Да, дорогие друзья, уважаемые представители средств массовой информации, рада приветствовать вас в этом зале по случаю организации пресс-конференции, которая организует пилигдим-демо, непрестная организация из Герлузии. Рядом со мной мои коллеги Анна Дмитриева и Вячеслав Кручун. Мы созвали сегодня эту пресс-конференцию для того, чтобы анонсировать наш новый проект, новый проект непрестной организации пилигдим-демо под названием НОКТА. Что такое НОКТА? НОКТА – это новое средство массовой информации на медийном рынке Герлузии, которое пилигдим-демо создаёт при поддержке Национального фонда в поддержку демократии. НОКТА. Почему пилигдим-демо вышла с таким проектом? Ну, во-первых, потому что пилигдим-демо делает очень много интересных аналитических статей, и хотелось бы, чтобы они каким-то образом визуализировались и осуществляли какое-то влияние на процесс принятия решения и формировали общественное мнение в ГГУ. И те инструменты, и очень часто на базе наших материалов аналитических мы пишем статьи. И вот наша команда решила, почему бы не создать свое собственное средство массовой информации, особенно учитывая то, что в ГГУ сегодня не такой уж большой выбор, и мы этим новым средствам массовой информации хотим привнести некую свежесть, скажем, внести свой вклад в информирование и просвещение людей, которые потребляют информационный контент. Проект НОКТА – это в основном проект, основанный на журналистике данных. Это именно тот вид журналистики, который мы хотим продвигать, а именно анализировать большие объемы и массивы информации и визуализировать их удобным для читателей, пользователей в виде и доносить до них важную информацию, которая витает вокруг нас, но к которой большинство людей не имеет доступа либо из-за того, что она слишком громоздкая, слишком объемная, либо из-за того, что она где-то запрятана глубоко в различных базах данных. Ее нужно оттуда достать, проанализировать, обработать и предоставить. Проект НОКТА запускается фактически сегодня, с 26 декабря, в преддверии новогодних праздников и рождественских. В проект НОКТА присоединились молодые журналисты и гражданские активисты из ГГУЗИ. Часть команды со мной здесь сегодня представлена. Это Анна Дмитриева, которая работает в Пилигрим-демо практически с прошлого года, в качестве прежде секретаря, и любезно согласилась присоединиться к команде НОКТА в качестве репортера-журналиста. И Вячеслав Крючун достаточно известный в Кишиневе и особенно в ГГУЗИ журналист, прежде всего благодаря своим аналитическим статьям и лонгридам, в которых он анализирует различные политические и социальные события, которые происходят в ГГУЗИ и которые имеют важность и значимость в ГГУЗИ. И Вячеслав с нами сотрудничает уже на протяжении целого года. В общем, сегодня за нами вы видите, скажем, такой опознавательный знак НОКТА, это такой паттерн. В черно-белом цвете наш сайт, мы запускаем сегодня не только проект, сегодня уже готов к запуску сайт, фактически сегодня мы запускаем информационный портал, на котором уже вы можете ознакомиться с новостями, с первыми продуктами нашими, журналистскими, которые написали мои коллеги, которые сидят рядом со мной. Что будет содержать у нас сайт? Как я сказал, прежде всего, это проекты по журналистике данных. Сегодня же мы запускаем один из первых проектов по журналистике данных, это досье депутата. В проекте досье депутата собрана вся информация о депутатах Народного собрания, потому что депутаты Народного собрания являются очень важными должностными лицами в ГГУЗИ, и сам орган Народного собрания является очень важным, скажем, органом законодательным в ГГУЗИ, но информации о депутатах в одном месте, в одной базе данных практически нет. Вот мы попытались в одно место в проекте досье депутата собрать всю информацию, которая представляет общественный интерес. Это доходы депутата, это законодательная, законотворческая деятельность, бизнес-интересы и то, как депутаты используют средства из резервного фонда. Сегодня мы опубликовали первое досье на представителя Народного собрания Владимира Коса, с которым вы можете уже ознакомиться на сайте, и по ходу развития, скажем, сайта будем загружать на информационный портал досье о других 33 депутатах, которые на сегодняшний день избраны в Народное собрание. Помимо этого, Пилигрим Демо планирует выйти еще с двумя проектами журналистических данных в течение до июля 2018 года, которые будут в области образования и в области экономики. Помимо этого, безусловно, не только проекты журналистических данных, которые мы планируем предоставлять вниманию наших читателей, это аналитика, это репортажи и это события, которые происходят в ГГУЗе. Безусловно, портал Нокта МД и журналисты портала за основу своей деятельности берут стандарты качественной журналистики, журналистской этики и хороших стандартов в этой области. И мы постараемся придерживаться всех этих стандартов для того, чтобы информировать наших читателей корректно, своевременно и предоставлять всю необходимую с нашей точки зрения информацию для формирования общественного мнения по тем или иным важным событиям. Теперь хотел бы передать слово моим коллегам, если они хотят высказаться. Вячеслав, что для вас проект Нокта? Пару слов скажу о нашей специфике. В ГГУЗе на самом деле существует очень много СМИ, если так подсчитать, активных СМИ, я думаю, легко насчитать более десятка. Для региона с населением около 150 тысяч человек это очень много. Есть региональное информационное поле со своей спецификой. Я не думаю, что есть какие-то аналоги в Молдове, где такой регион по параметрам имеет столько информационных ресурсов. И когда мы решили созреть для запуска нашего проекта, перед нами стала задача найти какую-то нишу, не занятую, где мы были бы востребованы. В ГГУЗе действует журналистское сообщество, довольно опытные наши коллеги с большим опытом, мы с уважением к ним относимся, к их труду. Тем не менее, мы попытались нащупать ту особенность журналистики, ту сферу, где эта ниша еще не была занята. И мы остановили внимание, как коллега сказал, в журналистике данных. Этот жанр в мире уже последние десятилетия очень популярный. В Молдове в республиканских СМИ тоже есть уже несколько последних лет проекты и в области расследовательской журналистики существуют. В нашей работе эти элементы тоже есть, и приемы, работа с базами данных, с источниками государственными базами данных, открытыми. Мы это все в своей работе будем использовать. Еще одна особенность наша, если вы зайдете в раздел «О нас», информация о нашем проекте, вы увидите там, что мы в открытую называем членов нашей команды, имена, фамилии наших журналистов. К сожалению, это тоже редкость для Гагаузии. Мы работаем открыто, каждый наш большой материал, он имеет имя и фамилия, то есть подпись. Это одна из тоже наших особенностей. Мы не гонимся за информационным потоком, потому что в этой сфере есть коллеги, которые работают. Наша задача не охватить все события, а выявить главные, ключевые моменты и разобраться в них. То есть проверить на достоверность, на объективность, на предпосылки, если это какое-то событие, какие предпосылки у него, и проанализировать со всех сторон. То есть мы не обслуживаем какие-то политические интересы фигур или групп политических, а стараемся обслуживать информационные запросы населения граждан. И благодаря этому граждане смогут более объективно делать свой политический выбор, гражданский выбор и, в принципе, повышать свою гражданскую активность. В целом, вот, если я обрисовал, чем мы будем заниматься, я думаю, имеете представление. Да, в дополнение к тому, что сказал Вячеслав, можно посетить наш сайт nokta.md и на сайте по главным рубрикам станет абсолютно понятно, в каких направлениях будет на данном этапе, на начальном этапе развиваться портал nokta.md и в каких направлениях будет предоставлять деятельность. Прозрачность – это один из, скажем, элементов, которые пилигрим-демо будет продвигать. В частности, первый проект журналистики данных в досье депутата, он призван обеспечивать прозрачность, и пилигрим-демо и портал nokta стараются быть самим прозрачным. Поэтому еще один элемент прозрачности, который есть в данном случае, это прозрачность источников финансирования данного проекта. Как я сказал, это Национальный фонд в поддержку демократии, или National Damage for Democracy, который любезно согласился профинансировать этот проект, за что мы благодарны Национальному фонду в поддержку демократии за оказанное доверие. И, надеемся, практически все СМИ, которые в ГАГУЗе, которые еще не сделали, раскроют своих конечных бенефициаров, и для того, чтобы у людей было понятно, откуда приходят деньги на содержание средств массовой информации, с нашей точки зрения недостаток прозрачности в финансировании конечных бенефициаров средств массовой информации в ГАГУЗе и Республике Молдово в целом является достаточно серьезной проблемой. Поэтому вот это все, что мы хотели сказать вам на данном этапе. Если мои коллеги не хотят высказаться, предлагаю перейти к вопросам от журналистов, если имеются. Если вопросов нет, есть вопросы. Гражды, как бы политика аудиториала портала, как бы вы говорите о Лентаме, ну, спре политика, спре анализа, спре чек тип материалов? Примул рынок анализа. Анализ больших баз данных. Уже практически сегодня, это, скажем, 2-3 направления, которые мы будем делать. И это видно по первым материалам, которые появляются на сегодняшний день на портале ГАГУЗМЕДИА. Ой, сори. Нокто.мд. Это, прежде всего, журналисты данных с целью продвижения прозрачности деятельности органов власти и донесения информации до людей. Второе, это анализ. Это лонгриды, анализ политических, экономических и социальных событий. Прежде всего, политических и экономических событий, которые происходят в ГАГУЗМЕ. Наша редакторская политика, прежде всего, ограничивается еще и тем количеством ресурсов человечки, которые у нас есть. То есть, на сегодняшний день мы можем предоставлять именно такой вид продукта. Это проекты журналистических данных, это анализ лонгриды. И третий вид продукта, который мы будем предоставлять, это видеорепортажи, рассказывающие о различных событиях, не только из политической и экономической, например, культурной сферы. Сегодня, кстати, появится первый репортаж из области традиций, который рассказывает о такой особенности в ГАГУЗе, как то, что не все ГАГУЗы празднуют Рождество 6 января по старому стилю. А есть такие населенные пункты в ГАГУЗе, которые празднуют Рождество или отмечают Сочельник вечером перед Рождеством не 6 января, как это у всех принятых ГАГУЗов, а 24 декабря, как это, например, происходит в Вулкане. В общем, вот это вкратце о нашей издательской политике. Да, хочу добавить немножко, раскрыть момент журналистики данных, в чем отличие от другого жанра журналистики, журналистики мнений, потому что журналистика мнения, она, может быть, описывает чью-то позицию или явление, но не всегда позволяет выявить суть. Мы хотим предоставить экспертный взгляд на какие-то события и процессы. Особенность работы с данными, с цифрами, когда вы работаете со статистикой, внимательно изучаете, вы обнаруживаете какие-то интересные тенденции, которые не освещаются в новостях и в повседневной информационной повестке. И как раз наша задача поработать с огромными массивами информации, сводок, баз данных, статистики официальной и выявить эти самые процессы и тенденции и доступно их изобразить с помощью современных инструментов инфографики и так далее. Например, следующий проект, который мы хотим сделать, раскрыть копки, это предоставить немножко больше информации о состоянии доуниверситетских образовательных учреждений в ГУЗе с различных точек зрения. Это будет следующий проект, над которым работает сейчас информационный портал НОКТА и который мы запустим, надеемся, в течение, который будет доступен на нашем сайте ближе к весне следующего года. Сейчас мы определим основные параметры, собираем информацию и предстоит ее обработка. Для того, чтобы общество имело четкую информацию о том, какое учреждение на каком уровне находится, как вообще обстоят дела, в каком состоянии находятся доуниверситетские образовательные учреждения, начальные школы, гимназии и лицейские, лицейское звено, какое качество услуг они могут предоставлять образовательных и не только образовательных. Потому что говорится очень часто, очень много, но в целях, опять же, пиара и пропаганды, но при этом нет четкой информации о состоянии дел в автономии. Вот показывать реальное состояние дел в автономии – это и есть наша задача. Пожалуйста, если нет больше вопросов, мы благодарим вас за внимание. Следите за нашими новостями на портале nokta.md и в социальных сетях, где зарегистрирован наш информационный портал. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо.